Тема сегодняшнего нашего семинара — «Море». И как бы я хорошо думал, что в один семинар море-то и не втиснешь. Настолько много проявлений этой темы в живописи. С одной стороны, это высочайший пилотаж Айвазовского. И с другой стороны, это совершенно элементарные морские пейзажи, где всего-то, что перечислено, это небочка, полосочка моря, полосочка песочка. И это тоже морской пейзаж. И он настолько прост, что просто перечислить правильно, точно перечислить отношения одного к другому третьему. Поэтому, когда приходят и говорят, ну на уроке часто приходят и говорят, я хочу научиться писать море, то я, конечно, понимаю, что человек не вполне знает, что он спрашивает. Потому что море писать очень легко. Море Айвазовского очень тяжело. И я бы не советовал связываться с Айвазовским раньше времени. То есть дать себе некоторую возможность расширить кругозор по отношению к морскому пейзажу, а потом уже взяться за высший пилотаж Айвазовского. Хотя Айвазовский это тоже очень просто. Только чтобы получить ключи к нему, нужна некоторая техническая насыщенность. Эту техническую насыщенность лучше приобрести вначале, просто расширяя кругозор, сделав ряд работ более простых морских пейзажей. Хотя у Айвазовского не было возможности писать море с фотографией, а у нас есть. И поэтому с тех пор, как появилась фотография, морской пейзаж очень сильно изменился. Именно морской пейзаж, вот эта подвижная среда, от того, что она настолько подвижна, что ее с натуры толком не напишешь, а фотография дала возможность любые виды морского пейзажа писать с потрясающей правдоподобностью. И поскольку я заговорил о том, что море писать просто, и вообще моя задача показать, как наиболее просто войти в живопись новичку, а не наоборот, какой тяжелый труд ему предстоит. Вообще не труд, если делать с любовью. То есть живопись, которую... Когда любят живопись, а не себя в живописи, как мы это говорим. Когда человек любит сам парт творчества, конечно, у него успехи будут более значительные, и удовольствие от творчества будет колоссальное, нежели когда человек сталкивается со своим несовершенством техническим и начинает раздражаться. То есть если мы идем... Если мы натыкаемся на раздражение в связи со своей невозможности исполнить ту или иную задачу, это говорит о том, что мы что-то делаем не так. То есть живопись любит к себе любовь. И картины полюбленные, они как раз и видны. Вот полюбленная живопись, она видна. Даже у художников есть такая фраза, когда они прикроют друг к другу, посмотреть, что там пишет коллега. Они говорят, ну вот это место ты не полюбил. Вот можете для себя даже поставить такую галочку. Полюбил, не полюбил. То есть есть места в картине, которые не полюблены или недолюблены. Это не значит, что они недовыписаны. Совсем не значит. Выписка картины – это другая статья. Ну скажем, есть легкость письма, а есть неряшливость. И мы всегда можем отличить неряшливое письмо от легкого письма. Легкое письмо – это жест, это поступок, а неряшливое – это, скажем, даже невыписанность, если она в контексте картины требовалась. Или, скажем, некрасивость лица у женской фигурки. Бился-бился, так и не получилось красивое личико. Ну ладно, будет некрасиво. Ну вот это уже неполюбленное место. Ну первое шоколу пришло, такое может быть неполюбленное место. Некрасивость женского лица. Ну скажем, фигурка на втором плане. И действительно, это может быть из двух только штрихов, но она симпатичная. Сдалека видно, что симпатичная. А может быть, те же несколько штрихов, но видно, что страшненькое, поэтому неполюбленное место. И я, конечно, должен проговорить, поскольку среди вас есть и новички, хотя я смотрю сегодня немного, в основном те, которые уже были, проговорить немножко о том, на что следовало бы сделать акцент и вообще проявить внимание, когда мы только стартуем в живописи. С одной стороны, когда мы стартуем, перед нами гора очень высокая. И в живописи так много всего, что кажется, зайти на эту гору невозможно. А с другой стороны, живопись очень доступна. И масса тому свидетельств, как люди просто с улицы, вдруг ни с того ни с сего, становятся художниками и проявляют вверх даже ремесленного совершенства. Хотя в основном все-таки не ремесленного, а больше творческого, но в том числе даже и ремесленного. Ну, вроде как известно, что Николанджев в 15 лет уже был зрелым художником и писал, как будущее Николанджева уже. То есть на самом деле и возрасты все покорны. То есть в наше время 15-летний юноша вряд ли можно даже представить себе, чтобы писал совершенно. Просто потому, что образ жизни и социум не даст ему это сделать. А какие-то времена... Но с другой стороны, в прошлые времена представить себе, чтобы взрослый человек вдруг предпринял попытки заниматься изобразительным творчеством, тоже трудно. Да и вообще это было дело очень малого числа людей, а сейчас, пожалуйста, каждый второй может себе позволить писать, мастерировать, петь. И в этом смысле современная живопись, конечно, дала возможность, раскрыв вообще горизонты творчества, раскрыл горизонты творчества настолько, что каждый новичок с самыми кривыми руками может себе позволить... Не то, что новичок, человек без руки может себе позволить. Но вот одна из учениц у меня есть, Днепропетровский, которая пишет ртом, у нее нет рук. И мы нашли язык живописи, хотя она и в реалистической манере уже попробовала себя, и вполне хватает возможности рта и интеллекта ее личного, чтобы писать реалистично. Но мы предложили в свое время другую версию развития, это более современные такие формулы абстракционизма. И она с энтузиазмом взялась. Продуктивная эта живопись сразу стала, потому что одно дело абстракцию нарисовать, а другую. Но ее абстракции обладали особенным звучанием и обладают. И я надеюсь, что мне удастся и ее показать людям в свое время, потому что девочка очень талантливая. Так она пишет вообще без рук. Но у нее есть чувства. И у нее есть потребность. Потребность встречи с людьми, потому что она заперта в пансионате. И это возможность выхода в люди и обратить на себя, в том числе на свою проблему, внимание. Ну а у тех, у кого есть руки, так и вовсе, по идее, берите, рисуй и радуй близких, и себя, и потенциального зрителя. Потому что языков живописи стало так много, что, допустим, я не умею рисовать портрет. Ну вот не хватает мне чувства пропорции, чтобы писать портрет. Даже романтический, даже условный, даже приблизительный. Ну вот у меня есть пейзаж, который совсем прост. А в данном случае еще и морской пейзаж, который мы сегодня пощупаем, который часто требует даже не умения рисовать, а скорее даже чувства. Вот это море, а вот это еще не море. То есть это же очень пластичная следа, она быстро меняется, да. и здесь больше даже может пойти счет на технологию подачи моря этой следы и на чувство, что вот это оно. А некоторые люди, вот я даже, поскольку я сам уже в море много лет, все оскопили в частности, то я видел разницу между теми, кто чувствует море и тех, кто не чувствует. Вот если говорят пересушенное живописи, многие пересушивают море, есть проблемы. В живописи можно пересушить, изобразительно вроде бы вся схема решена, скажем, прозрачная волна, все по схеме решено, но по ощущениям это не вода, а это какой-то искусственный рельеф, напоминающий воду. то есть вода в общем-то это тоже определенная склонность чувствовать или не чувствовать морской пейзаж. Поэтому если кто-то из вас столкнулся с тем, что он не чувствует, ну может быть действительно морской пейзаж не ваш, и наоборот, если кто-то влюблен в море и чувствует на холсте, как оно волнуется, меняется, то морской пейзаж может стать коньком, причем морской пейзаж это одна из самых востребованных живописей. Чаще всего покупают морской пейзаж, морскую даль, поэтому и у Азовского был колоссальный успех, и у современных художников, те, которые занимаются именно идеей моря, успех просто безупречны, то есть лучше всего зарабатывают художники, которые пишут море. Если говорить о средней какой-то, не о высших проявлениях творческих тогда художники известны всему миру или всему государству, вот, и там может о море не идти речь, но там идет речь о имени. Вот, но если брать массу живописи, морской пейзаж занимает очень много и именно потому, что он обладает спросом, ну и потому, что все мы любим купаться. А я бы еще так вкратце хотел снова коснуться стратегии вступления в живопись. Несмотря на то, что я повторяюсь может быть из семинара в семинар, всегда все равно находится что-нибудь сказать, что в прошлый раз не сказано. то есть иногда кажется, что вот я пойду простым академическим путем и рано или поздно приду. Не придешь, потому что у тебя не хватит времени на то, чтобы дойти академическим путем вот у вас взрослых людей просто не хватит времени на то, чтобы дойти академическим путем до того, до чего дошли другие художники. Вы знаете, что в основном художниками профессиональными становятся люди, которые прошли художественную школу 4 года, художественное училище 4 года и художественный институт 5 лет. То есть если у вас можно себе представить такой отрезок времени, тем более это определенная среда, в которой человек все эти годы обитал, если вы можете себе позволить такую среду, ну тогда в путь. Если вы, поскольку вы просто не можете себе этого позволить, то надо стать на путь другой. И в этом смысле даже может быть ваш ваше действие может быть даже более эффективным, чем часто проблемы, которые возникают у художников по классической схеме развивающейся, ваши проблемы могут оказаться меньшими. Какая проблема у классического образования? То есть во-первых, это проблема, что она учит и медведя рисовать, а не все из вас медведи. Я настолько много сталкиваюсь с новичками, что я знаю проблему новичка. Опыт показал, что иногда в течение 20-30 уроков человек просто становится художником, готовым художником. и многие меня оставляют, потому что им больше не нужно. Они начинают ходить на уроки и практически только получают похвалы, или мы обсуждаем момент, который они бы и сами могли бы произвести, и без их творческой мысли достаточно, чтобы что-то сама с собой порассуждать, сделать выгодным ключе картину. Поэтому многие так быстро становятся художниками, что я им становлюсь не нужен. Я таким образом хотел бы как раз еще раз проговорить то, что разница между классическим образованием и образованием из руки мастера в руки ученика. Причем мастера не просто мастера, есть же бессловесные мастера, которые написать могут, а рассказать не могут. И получается, что часто вы приходите в студии и вам ставят обычную академическую живопись, о которой я хотел проговорить. Вам ставят обычные задачи, которые ставят ученикам. Это драпировка, это яблочко, это кувшинчик, это бутылочка, это какие-то металлические предметы, чтобы вы почувствовали фактуру, порисовали, получились. И это изнуряет вот эти студии. И в итоге мы не обладая тем временем, которое есть у ребенка, когда он этим занимается, мы сталкиваемся даже может быть со скучностью творческого процесса, когда это студии, 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 ну а жизнь-то когда? Вот интересно в этом смысле американцы, я слышу какой-то режиссерский факультет, которые едва пришли, детки, на этот факультет, они сразу выходят на улицу с техникой и снимают кино, то есть какой-то им проговорен сценарий этого действия, какие-то мизансцены, и они бросились снимать кино. И уже по факту того, что они создали, вот так и в нашем случае, на мой взгляд, и я это очень эффективно доказываю на своих уроках, на мой взгляд, лучше сначала окунуть, то есть сначала уметь, а потом учиться. И причем уметь не столько даже рисовать куб или драпировку отдельно конкретно или конкретно морской пейзаж, а уметь решить картину. И с этими решенностями картин мы сейчас сталкиваемся на современных выставках, когда умение рисовать вообще не нарочить его трудно различить. А умеет художник рисовать или нет тот, который пришел на выставку, который выставился, да. А тем не менее срединский интерес налицо, интерес галеристов налицо и успех налицо. И в общем-то это действительно предмет разговора, потому что если мы придем и будет все очень красивенько нарисовано. то в общем-то предмет разговора может и не возникнуть. То есть новаторство в живописи в наше время настолько это актуально, что те, кто идет по классической схеме, часто вообще не имеют успеха. Общество не взыскивает умения рисовать и соответственно с трудом растится это умение, потому что если тебя не заказывают, тебя не заказывают, некогда и шлифовать это умение. И часто художники мечутся, не знают, что бы такое нарисовать, чтобы все-таки это понравилось. Хотя конечно классическая живопись особенно в России, в русской церкви пространстве все еще взыскана и у нее есть стабильный спрос, хотя и на Западе есть этот спрос. но тем не менее сами опытные мастера, которые прошли три ступени обучения, как правило заболевают либо какой-то конвейерной живописи, когда вот он распробовал то, что продается и просто начинает штамповать иногда даже у него 10 вариантов картину все 10 вариантов бесконечно повторяет, потому что они прекрасно уходят, то есть да, конечно в этих вариантах он подготовил, но творческий процесс закончился, и вот это любовное отношение с творчеством и живописью просто прекратилось. А у вас-то как раз и проблемы такой нет, вам не нужно кормить семью, вам не нужно соревноваться с коллегами по цеплу, вы спокойно и с удовольствием вливаетесь в число людей, которые творят, а не те, которые производят продукты. Хотя произвести продукт наша большая задача и на наших уроках мы даже в большей степени делаем акцент не на обучение, нет, мы, конечно, и обучаемся, то есть технические приемы и прочее, но даже не на теорию живописи у нас идет акцент, больше на на практику непосредственно, то есть конкретные технические приемы, которые дают возможность срезать углы нашего неумения и на умение создать вещь, то есть дать конечный продукт, хотя у нас еще нет навыков рисования, а конечный продукт мы должны знать, как его создать, то есть как может выглядеть картина, пока сам не пройдешь, в общем-то это трудно понять, а если ты идешь только через студии и когда-то может быть напишешь картину, то это когда-то может так и не наступить, потому что ни времени не хватит, ни финансов, а мы на наших уроках как раз акцент делаем на создании картины, и это на мой взгляд очень важно для новичка, потому что языков живописи легких для исполнения пруд-пруди, а вот понимание с какого момента это уже картина, может быть как раз и не хватает, и часто вы знаете, люди закапываются, хорошо начали, а потом закапывают, засушивают картину, да, я думаю, что многие из вас с этим столкнулись, что начало было очень хорошее, обещающее, но вот надо присмотреться к тому, где начало можно оставить уже готовым, и вот допустим даже, иногда начало очень вкусненькое, но краски мало, вещества мало на картине, а чтобы потом набрасывать и набрасывать это вещество, начинается сушка картины, она высушивается, она начинает быть слишком нарисованная, и вот стартануть, вы знаете, что мы часто исповедуем на уроках, ну я исповедую эту идею, когда мастихином сначала набрасываем белило, то есть я до чего ставлю такую задачу, человек набрасывает белило, и он уже вынужден работать краской, не сухостью там какой-то рисовательной, такой полукарандашной, полупастельной, а вещество краски метнуть на холст, причем белило, они же безобидные, мы же ничем не испортим картину, если кинем белило, то есть они совершенно безобидны для картины, белило от черного тут нужно, и потом мастихином акварельном мы начинаем растирать, втирать туда какие-то цветные мотивы, вот, я этим заставляю человека сразу пользоваться краской, некоторые, конечно, перебор делают, то есть у некоторых наоборот, им может быть даже, ну часто приходится даже останавливать от этого перебора, когда они просто лопатой забрасывают краску, но это другая крайность, а в основном все-таки не хватает, ну не привык человеку давать вот столько краски на, если можно сказать, вот столько краски на поле, как это, белил, тюбик выдавить, да? Белил надо выдавить вот столько, а в наше время замечено, что работа, что человека возбуждает краску на холсте, и вы часто видите беспредметную живопись с заляпанной краской, но подходишь и волнуешься. Ну, наверное, с женщиной легче всего сравнивать это волнение, ну вот, думаю, даже вы можете сами провести параллель, что в одном случае женщина не волнует, а в другом волнует. Вот и живопись волнует, когда есть вещество, а не когда есть изображение. Изображение вот у нас, картина, вроде всяких фотографий и прочее. Причем часто доходит уже иногда кажется до абсурда, когда просто густятиной краски сделаны вещи, ну, скажем, какой-то цветок, цветок, но сделан на большой формат и еще и очень густой краской. И там рисунок толком и не видно. Ну, понятно, что человек цветок рисовал, но подходишь вот эти вот густые места, конечно, уложить надо разумно, не всякая густота звучит. И вот опять же, звучит, не звучит. Густота краски очень важна. Она очень возбуждает зрителя, но она может совсем не звучать. То есть, это просто выброшенные деньги. То есть, есть определенные фактуры, определенные технические приемы бросить эту краску, чтобы она звучала. и за этим надо ходить на такие мастер-классы, как у меня, как у Максима, и я могу еще перечислить, конечно, такие, именно, когда мы, в общем, это варим, вот это блюдо мы варим для вас. Есть студии обыкновенные, которые, вот, и Медведев лучше рисовать. Ну, хотите уснуть для живописи, пойдите в такие студии и поспите хорошо, поспите. Вот, то есть, любое высокоумие со стороны учителя очень опасно для ученика, потому что все на самом деле просто, и где просто, там ангелов сто, а где сложно, там ни одного. Ну, вы, наверное, слышали эту фразу. Вот, я за простые решения, и причем, в отличие от опытных художников, которые всему этому научились и заштамповались в своем обучении часто, некоторые заштамповались на каких-то своих учителях. Вот, там, какой-нибудь Сергей Константинович всегда говорил, и вот он всю жизнь носится с тем, что там говорил какой-то Сергей Константинович. Хотя, живописи так много, и кругозор у художника должен быть настолько большим, какой там Сергей Константинович, какой там Игорь Витальевич. Вообще, не должно быть вот этого зацикла. Вопрос не в том, что я говорю, или другой какой-то педагог говорит, а в том, что, если вы здесь можете взять, надо брать. А если вы приходите, а результат никакой, невкусный результат, ну, вот невкусный результат, это никакой результат. Можно, опять же, перевести все на женщин, можно же общаться с женщиной, не любить ее, правда? Можно. Зачем? Когда можно дождаться любви. Вот и вопрос к живописи. Если уж вы дождались этой любви, ну, есть возможность любить, а не превращать это в рутину и скучнятину. Тем более, что, опять же, современная живопись дала миллион языков решения задачи, в которых вы можете преуспеть, не умея рисовать. Вот прямо преуспеть, не умея рисовать. А у них, как раз, у этих опытных художников есть другая проблема. К новаторству им трудно приступить. У них есть опыт рисования, умение рисовать, и им очень трудно не вырисовывать картину, потому что это то, что у них является преимуществом. И он нет-нет да застревает и не может преодолеть это застревание. Ну, мои ученики столкнулись на Западе с тем, что они встречают людей, которые у них там, на Западе, являются как бы общественно значимыми художниками. В каком-то городе итальянского нашего художника. И они там общались каким-то образом, эти ученики. Они сталкиваются с тем, что они рисовать не умеют. Вообще! То есть ученик, который там 20-30 лет прошел, это умеет рисовать, а тот не умеет. Тот его попросил нарисовать, допустим, потому что он не умеет это нарисовать. То есть на Западе очень часто сталкиваются с тем, что человек как общественное явление художник, а рисовать не умеет. То есть я вас призываю к чему? Не к тому, чтобы не учиться рисовать, просто вы научитесь рисовать по ходу. Вы по ходе научитесь этому ремеслу, как ремеслу. Но вы должны найти для себя и язык живописи, и отношения с живописью сформировать таким образом, чтобы это во-первых и дальше продуцировало чувства, чтобы это была любовь, а не ремесло, шитье или вязание. Хотя и там тоже. Там тоже надо творить. Ну там кому-то вяжешь и любишь его. А здесь ты любишь непосредственно сам факт творчества. Ну там просто маленькая творчество. Скубная растительность. А здесь все-таки бышны. Здесь джунгли. изобразительное творчество это джунгли творчества. Не пустынка. Наговорился, наверное? Да. Хватит. Да. Значит, я вам сейчас покажу пару проиллюстрировать. То есть конечно можно было бы взять Айбазовского и прочих выдавных. Но есть вот например вот это же морской пейзаж, да? Морской пейзаж. Это вот то, что у меня там болелось где-то. Я вообще утром подсобирал, подумал. Корабль, да? Да это же не корабль, коряда. Просто коряшка. Бережок. Вон моречка. Вон оно. Тоненькая полосочка. Это моречка. Тоненькая полосочка на реке. Это море. Это облако. Мы такое встречали много раз. Это тоже морской пейзаж. Я не думаю, что кто-то из вас не сможет справиться. Начните с каких простых вещей. То есть когда вы точно убедились, что да, я что-то могу себе позволить в живописи. Причем берите не маленький форматичек, а так, чтобы помахать кистью. Ну, чтобы море было. Пусть и тоненькая полосочка, но все-таки море. А вот. Кто не справится? У него холсты на полстены. Море. Морской залив. Красота. Япония. Вот такие нежности встречаются в морском пейзаже. Нежнейшая вещь, там даже радуга. Каждый из вас может это сделать. Там три варианта цвета. Голубоватенькие, розоватенькие и желтоватенькие. И всего делов. А смотрится очень красиво. Уставьте себе такие простые задачи, но делайте конкретную картину. Вот чтобы у вас там цвет вас удовлетворял, чтобы вы высказались как художник в цвете. Потому что там больше не в чем высказаться. Ну, нравится вам голубоватый, дали голубоватый, нравится розоватый, используя розовый. вот тоже смешная вещь. Акварельные потеки на холсте брошены вот такими полосами. Потом человек досмотрел, где ему дотрогать, чтобы это хоть как-то угадывалось море. Просто акварельные потеки брошены полосами на холст. Звучит как море. и на мой взгляд очень но в всем случае когда это будет большого размера это будет очень замечательно. И мы там будем угадывать что-то. Ну, не знаю, потом подойдете и обалдеете. Просто потек. Мы когда что-нибудь красим в дом тоже встречаемся точно с такими потеками. Просто к этим потекам добавить густы белил на передний план, чуть-чуть потоптать поверхность земли каменистой камешки эти просто потоптать кисточки и все красота. Ну, кому может быть не красота а кому то не красота вот у меня десятками пишут эти картинки вот это Афребр просто музыкальная элементарщина обожают такую живопись а многие так и делают идут к художникам искать мне бы какую-нибудь ищить цветную картиночку на кухонь пополесить приходят там нет такой цветной картиночки Афребр додумался художник Афребр додумался и делает вот такие цветные картиночки каждый из вас может накалякать вот иначе даже не скажешь накалякать цветную картиночку у него это до 500 долларов стоит весь мир его тиражирует на всех тетрадках школьных и прочее вот вон это то что вы можете сразу не потом когда-нибудь когда научитесь рисовать а сразу можете это тоже морской пейзаж Афремов ну и вот еще такой же это то что вы можете густая краска то что волнует зрителя он даже не догадывается насколько это легко а мы взяли не то чтобы это скопировать невозможно у тебя все равно получится другое потому что густота краски здесь же нет рисунка можно скопировать точный рисунок а вот эту каляточку ее же не скопируешь будет что-то свое корабли в другое место переставить как плыл а есть вот такие мягкие нежные вещества тоже там моречка ну и тут рисовать нечего а вкуснятина вот чуть более сложное с домиками ну и подсмотреть купить какой-нибудь видео урок с домиками там подсмотреть и накалякать еще и домик вот к той же теме которую я уже показывал с корягой на переднем плане а вот еще и домик вот тоже почти что потеки на от краски когда мы иногда пользуемся масляная масляная краска тоже может лечь как акварель с акварельным с акварельной закваской то есть акварельность масляной краской добиться несложно поэтому такие вещи каждый из вас а вот а вот что-то там двое двое идут вот я сейчас в камере покажу там идут двое о том что это двое вероятно у него кляксочка краски темненькая тут нечаянно осталось и он ее просто сделает от нее отражение получились двое идут это часто происходит нечаянно в живописи в легкой новаторской очень много нечаянного случайного когда просто где-то просыпалось клякнулось а ты хорошо ты чуть-чуть там ему может ножки пририсовал ну палочки то есть не ножки это палочки 100 ладин так хорошо ну вот я сразу покажу вот этот на мой взгляд замечательный способ на который я наткнулся с учениками когда их моя же задача чтобы ученик пришел на урок и у него получилось приходится изощряться придумывать способы чтобы у него получилось ведь он нашел всякие новаторские приемчики которые которые заставляют чтобы оно получилось и вот один из них это бросить берила на холст несмотря на то что вы уже на других семинарах бросали или в уроках бросали но поскольку здесь конкретная тема вот значит вот я условно себя и вас заставляю бросить краску на холст поскольку берила безобидный ну только если мы не делаем очень темные картины если мы не делаем аля старинную какую-то картину или ну просто все то мы всегда можем начать с того что забросить и конечно в пути решения картины в брус можно и так и вся или как угодно вот один на мой взгляд очень выгодный ход для новичка это вот этот особенно если речь идет о каком-нибудь море чтобы картина не была сухонькой вы видите на толстке сейчас сляхать сляхать красную я даже сверху захожу чтобы каплю вот этой сляхати поддерживать чтобы она не не текла по руке вот когда у нас это сляхать уже каким-то образом заброшено ну допустим у нас конечно же голубой если речь это море то это редко не голубой бывает стальное море иногда черное море но как правило это все-таки голубоватый спик вы наверно смотрели Боба Роса когда большой кистью замешивается цвет ну считаем что это палитра у Боба Роса вот эта палитра он там замешал цвет и большой кистью выкрасил небо по виду небо да все нормально но нет движа в этом нет движения нет в этом волнения какого-то выкрашива поэтому и в живописи не очень то есть одно дело как учебное пособие а другое дело как картину которую ты представишь перед коллегами по цеху я между представлен художник мыши с ними соревнования а не с другими мышцами не так я взял кольца можно взять ультрамарин добавить прямо со сухи усложнили можно бирюзовую куда-нибудь в районе зарезонка вот тот способ о котором я на котором я сейчас очень часто настаиваю когда мы делаем на наших уроках посмотрите как организуется пространство мало того что есть вещество красное но еще и организуется пространство оно становится живым оно не выкрашенное а мерцательное немножко даже брутально набрано то есть на бига то есть мы видим что художник совершенно свободен причем я вот сейчас пойду специально покурить чтобы вы ощупали вот эту свякоть с нее начать очень очень выгодно и посмотрите какая интересная среда там уже реплока угадываются и вообще она живая правда любую историю сейчас веди но я пока только голубую веду где-то уже и на море смахивает правда по косой идут отсюда идет фронт этих волк песок пальмы и шри-ланка песок пальмы и шри-ланка это же морской пейзаж правда ну можно чуть-чуть песочного цвета запустить причем этим же инструментом вот взяли допустим коричневый разбили розовенький может быть ну к примеру посмотрите даже вот эта слякоть краски она вот сейчас подойдите и увидите что она тоже организует уже какие-то там коземочки валяются что-то там валяются я после перерыва еще одну вещь покажу там вообще еще ни один не было ни одного кто бы не справился живенько можно немножечко более упростить я совершенно плоским мастихином общаюсь совершенно плоским штрих растируйте какие-то вот эти вот наклобочки краски пусть останутся вот вы сейчас когда подойдете и большим мастихином попробуйте и маленьким хорошо прям попробуйте можно еще показать например ну можно было бы немножко насветлить сюда подлинню горизонта а можно допустим облаками снарядить это тоже потереть ну это как волшебная лампа просто потер и облако потер небо потер песок ведь это ж можно гонять бесконечно пока не увидишь ой симпатично все уже облако то есть облако это то что снизу немножко рассеяно а сверху немножко выявлено вот у нас полетела облако в перерыве вы сами попробовали немножко пообщались с толстом и я вижу удачные места то есть вот то что сейчас происходит с небом здесь это удачное место я думаю вы согласитесь что и здесь мы часто встречали такое небо вот здесь вкусненько следующая грядка облаков уже дальнего плана сформировалась тоже хорошо неудачное место вот это то есть в угол никогда не затыкаем ни облака ни другие акцентные вещи то есть работаем центр всегда работаем на центр композиции и углы не для того чтобы на них обращать внимание в данном случае облако слишком обращает внимание если бы у нас было много облаков все в облаках мелких и там оказалось бы облако ну и нормально но поскольку у нас не все не было в облаках то нечего ему здесь делать вот этот момент в море обратите внимание что вот вот здесь кто-то из вас вкусно положил задничек то есть мигание задних вот этих барашечек очень съедобное даже вот эта закорючка которая образовалась новая до перерыва не было она очень напоминает морскую среду вот здесь кто-то умненько поукладывал не совсем умненько уложена вот эта вот веревочка то есть вот эти вот вещи они зигзагообразно должны быть уложены не веревочкой а зигзагиком вот таким зигзаг вот таких ступенечек я думаю вы сразу узнали прибой да причем то что вот здесь насквозь песок здесь прозрачен тоже уместно да песочек вот этой тонкой пеленой воды тоже виден чуть-чуть и сразу понятно что здесь тонкая пеленая вот скажем многие говорят я же не умею смешивать красный а здесь не надо ничего смешивать здесь можно обойтись голубым и коричневым и все вот и смешивать нечего ну плюс берилов берилов вы видели мы с самого начала смешивать ничего а тем не менее это тоже живопись это феномен живописи а не а не какой-то отстой а не какая-то проба пера то есть это тоже живопись и она обязательно найдет зрителя в своей простоте что так тут нет многоцветия не все любят многоцветия когда мы смотрим живопись Айвазовского там очень много цвета очень но у него ну у него шторм и у него другая он другие вещи столбит а в современной живописи имя дал какой-то жестик в картине предпочтительнее чем выписанное приизящно выписанное гигантское полотно с подробностями ну так хочется минимализма вот пожалуйста минимализм тут на перерыве задали резонный вопрос в контексте того что говорилось до перерыва ну научиться же рисовать надо ну как мне задали вопрос ну рисовать все-таки на думе ну хочется как в этом анекдоте другой Вася же ли проще ответить нет конечно не так дело в том что как только мы взялись за кисти за мастихины за другие инструменты у нас возбуждается внимание то есть если до этого мы рисовали мы не рисовали небо и вообще в него не смотрели какое оно это небо ну понятно небо то сейчас мы уже смотрим после первой вот такой колякочки мы уже смотрим на небо как на то что мы могли бы изобразить и на облака тоже смотрим на их форму на их цвет на прочее прочее очень многие после первых же уроков отмечают что посещение музея стало для них просто открытим если до этого они как баран на новые ворота смотрели на картины отходили подальше чтобы увидеть что же там нарисовано то теперь они подходят поближе чтобы посмотреть как это нарисовано это конечно культура укладки на холсте вот что интересно смотреть в музее а не то что там нарисовано он пожалуйста в интернет зашел и посмотрел и вообще как картина чего там в музей перец а вот действительно как творческая мысль подошла к исполнению того или иного вот это интересно действительно открытие невероятно то же самое люди отмечают что стали смотреть на окружающий мир новыми глазами на самом деле мы же настолько невнимательны наше внимание настолько не умеет рассматривать предметы но вот кошка возле телевизора безучастна она его не видит вот так и мы не видим как возле телевизора как будто и нет ничего вокруг как будто и нечего рассмотреть и действительно взгляд художника это взгляд человека творчески рассматривающего расследующего окружающие предметы и мир и пространство и воздух вот любование красотой сознанием или без знания вот как кошка у телевизора не видеть или видеть ну телевизор как бы может быть условное понятие но вы сами понимаете что очень часто мы ну как знание о предмете и знание предметов одно из знаний предмета это конечно же его его внешний вид но мы даже внешний вид не умеем знать а уж тем более вот мы знаем что в портрете иногда и сам человек мигает своими настроениями своими чувствами и мы смотрим вот сейчас он не симпатичный а в другой момент смотрим какой симпатичный человек а лицо что не изменилось тоже лицо но там появился вот этот внутренний огонечек вот и этот мир окружающий он может быть для нас с этим внутренним огонечком а может быть мумией как и человек может быть для нас мумией мы его не видим а с огонечком видим вот вот этот окружающий мир и мы научимся рисовать по ходу действия одна вторая третья десятая двадцатая картина но картина не картинка в стол мусорчик а полноценная картина пусть простая но с чувством а по мере где-то мы уже чуть-чуть с облаками встретились где-то мы встретились вот с этими вещами где-то встретились с мерой тональности вот этого пятна с вот этим зигзагом встретились да и так одно за другим и мы уже на блюду вышли ух ты какая там эта линия ушла ух ты сколько как ведет себя гора на заднем плане или домик здесь на переднем и там на заднем вот они оба освещены одинаково только этот разбил оранжевого а тут серенький бель такой еле-еле беленький какой-то даже такой грязноватенький может быть цвет то есть мы вдруг начинаем сравнивать облака у нас вдруг обретают цвет и небо кроме голубого тоже обретает цвет то есть какие-то закатные проявления то что в линии горизонта светлее для многих открытия я говорю так вот в линии горизонта набери белил и отштрихую наверх растяжку света очередал утром утром для него новость что небо у горизонта светлее это может быть не новость а знание и облака с их формами и с их цветом цвет облаков определяют окружающие предметы так по сути они конечно белые но окружающие предметы дают на них рефлексы в том числе и конкретный закатный свет уже конкретный цвет а и плюс рефлексы с земли грязноватость облака снизу и беловатость сверху то есть разбил оранжевого на свету когда свет падает на на облако сверху и поскольку оно контрастно к синему небу синяя холодная и темное облако разбел разбел оранжевого и теплый цвет и поэтому облака сверху выражены активно то есть линия касания очень выразительная у облака по отношению к верхней части ну верхней части облака к небу и размыто в нижней части потому что здесь уже светлее и здесь облако темнее оно уже получило рефлексы от земли и в итоге они там где-то уже начинают соединяться одно с другим поэтому обычно выраженность на макушке и размытость снизу и сразу идея облака на лицо хотя конечно бывают там иногда некоторые нюансы но основа такая и тут еще замечательно опять же иллюстрирую надо ли учиться рисовать кроме того что вы действительно будете учиться рисовать с каждой новой картиной вы просто будете учиться само ваше внимание будет появляться оно сейчас дремлет беспробудно а как только вы начали рисовать у вас появилась задача у вас появилась ну в хорошем смысле проблема и конечно просыпается внимание вдруг окажется что столько в мире неучтенного не исследованного и с каждой картины будете с помощью этого внимания лучше рисовать все больше будет соединенность руки и глаза если не обязательно застревать при этом на штудиях чтобы не делать непродуктивным свое действие оно должно быть продуктивным что касается этого пейзажа может быть чуть-чуть я бы хотел еще дополнить ну допустим вот у нас темненько а здесь не темненько положил я как попало положил здесь темно а здесь не темно ну по идее нормальный человек должен вот это темно продолжить сюда либо здесь успокоить темное ничего подобного вы сами потом встретитесь с тем на природе на природе чтобы в одном месте чуть темнее в другом чуть светлее и все это очень уместно и совсем не обязательно от края до края делать равномерно и вообще всякая равномерность шахматный порядок частокол все это не из живописи и это тоже новость в жизни мы часто к беспорядку к некому относимся презрительно как правило те кто занялся живописью беспорядку относятся как к родному но есть понятие творческий беспорядок просто есть порядок когда солдафон солдафонщина в порядке когда все покрашено и все выстроено а есть творческий беспорядок который очень любезен любому человеку кто занялся творчеством а порядок придется из себя вышибать потому что положить облака не в жахматном порядке оказывается проблема деревья поставить не с одинаковым шагом оказывается проблема ну ненадолго вот ну допустим взяли еще уже подсох взяли еще где-то горочку прибавили какой-нибудь парусник ну две кляксы да ну звучит вот он там на волнах еще какая-то даже погода появилась от того что он наклонен так а я вам хотел еще одну штучку показать от которой вы должны прийти в восторг вот мы берем тюбик берем и делаем вот так ну что-то не парится чтобы быстрее просто метнули вещества краски теперь берем голубило или синило или еще что-нибудь из таковых лодочный мазочек лодочный 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 мазочек это тот мазочек который возбуждает зрителя у меня есть картиночка в мастерской которая вот так вот накалякана еще не было человека который бы не справился с этой задачей вот все подходят ой какая у вас красивая картина вот из-за этого счастье в неведении а? счастье в неведении да ну как у кутюрье то что легко на два защипа то особенно звучит и вообще дальний план обожает густую краску вот этот эффект ступенек ухода вот этих волн то есть любую степень темности задаем естественно единственное что лежачая кисть мазок по лодочной такой траектории чуть мельче мазок вдалеке чуть крупнее на переднем плане и просто обилие прикосновений задает вот это настроение это идея конечно открытого моря тут конечно нужно быть внимательным не получилось ли чего красивого не переписывать те куски которые в какой-то момент когда вы уже набрали достаточно темности в какой-то момент чтобы эти куски не сбить чтобы на них остановиться можно чуть большую кисть можно чуть меньшую но идея вот такая выдай твой тюбик вы потом перерыв тоже подойдете и по помусолите краску вот по такой технологии чтобы просто ощупать чтобы когда вы выдавили красочку уже дома чтобы вы это сделали бесстрашно зная что деться некуда все равно получится вы видели некое распределение даю этим темностям чуть-чуть домоделирую до какого-то разумного беспорядка чуть-чуть мельче чуть-чуть мельче вот эти вот вихаречки вдалеке чуть-чуть крупнее вблизи и это понятно почему это могут быть введены туда и цветики например вдруг вот к этому хотя вы видите уже звучит вдруг к этому можно добавить допустим березово линьки и вот отмель тепленькость воды переднего плана зазвучили как смешивать краски вот так что тут смешивать вот она потеплела на переднем плане от этой зелени может быть где-то на макушечках которые уже вы 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 чуть-чуть прозвучат пенные нахлёстики а может быть не надо их прямо вот так вот кляксочно но это не обязательно просто могло бы быть и так вот эта среда она и без этого прекрасно звучит ну вот я смотрел она не очень здесь нужна поэтому убираю может быть в другом контексте она лучше бы пригодилась здесь широкий густый ну вот еще густоты навалить сюда то есть вы потом добавите и пощупаете как оно могло бы быть там вот а сейчас я эту красочку сниму и немножечко поговорим о прозрачной волне которая обычно интересна в морском пейзаже то есть вот такое безбожное изношение краски ну в хорошем смысле безбожное оно очень уместно то есть вот эту вот глину которую я сейчас снял синюю глину которую я сейчас снял с холста вы потом мастихином ляпните туда и прямо в нее будете загонять и пощупать просто пощупайте как это происходит так а сейчас мы попробуем то есть опять же я создал слякоть то есть я подбросил влаги макаты для того чтобы порисовать волны прозрачную волну как хорошо присиделся там без него залп прозрачную влагу влагу вдаль вы держи значит волночка все лежит море это очень лежащее все лежит но вдруг поднялась волна поднялась то есть здесь у нас условно прибой вот и у нас поднялась волна вот прямо поднялась я сейчас расскажу поскольку я внимания волны уже проявлял я расскажу ее механизм как она ведет себя вы видите что все лежит а вот эта часть поднялась по вертикали свет который допустим оттуда обычно прозрачная волна смотрится прозрачно если свет оттуда с той стороны сделал вот эту часть волны светлый и желтоватый поскольку сам свет желтоватый то и вот эта часть волны слегка желтовата зеленовато светловато и по-прежнему вот это движение движение что происходит здесь толщина воды здесь темно здесь кромка вот такая конусная она тоненькая поэтому свет сделала ее бледной и прозрачной то есть это тоненькая пелена по макушке волны тоже вот с этим лодочной лодочной с лодочной укладкой пена поднялась до нагрева густой красочкой ее накинули здесь волна опрокидывается повод этой траектории здесь она уже опрокинулась и опять подпрыгнула то есть вот она опрокинулась и подпрыгнула здесь она допустим столкнулась с камнем обычно у берегов много всякого каменного что я смешу смешу как смешу вот я беру какие-то цветной и смотрю она слишком много розового успокоил синий коричневый слишком много коричневого раздраконил розовый то есть если мы не боимся испачкать холст если мы знаем что просто рисование бессмысленно то мы так свободно пользуемся холст то есть мы не боимся испортить страшное явление причем и не только у новичков и у художников они так боятся испортить часто что не могут себе позволить толику эксперимента камень очень хорошо рисуется мастихином вы видите что не что не прикосновение кусок камня грань мастихин дает грани и вот пожалуйста грани здесь чуть-чуть тени а оттуда свет который высветил и это тоже осветил разными цветной тихо более светлыми ну и я не должен был только этим цветом это сделать или только этим пошел по подобному под руку то и кидал главное что у нас светлее появилась история в цвете хотя на картинке на фотографии или в природе все могло бы быть намного скучнее значит у нас пеночка тюкнулась об эту столу и приподнялась старайтесь не пользоваться всякими брызгалками зубные щетки и прочее прочее дурный тон среди художников будете сразу иметь ферн а нам же очень важно что коллеги по цеху чтобы они построились перед нашей картины от нашей свободы здесь здесь обычно отмель раз уже камень корчит поэтому камень отражается в тоненькой пленке лежащей лежащей тоненькой пленке воды отражения отражения обычно вот так вертикально и стеклянно редко камень бывает так одинок что у него нет подножия какого-нибудь может быть здесь еще один камень пометить сюда заходили предыдущая волна зашла сюда и откатываясь пеночки остаются то есть сюда логика вещей та логика вещей которую подсматривал Айвазовский не имеет фотографии и мы можем теперь с помощью фотографии все это прекрасно увидеть и для себя навсегда расставить эти пометки вот в этой воде которая на переднем плане тоже иногда легкие поднятия существуют пеночки да чуть-чуть конусик если бы у меня в руках маловой кисть все это было бы несколько прозаичнее по укладке но мастихин он из краски делает вот эту пластичную среду которая почти равна воде вот эти гоняния влажноватой краски по холсту почти равно как будто мы с водой играем на холсте только в наших руках вот этот пластилин увлажненный пластилин краски за одной волной обычно следует другая у которой тоже по макушечке пена часто вот эта волна вот здесь раздваивается во всем случае видно она как нечто раздвоенное у нее как бы два гребня во всем случае художники заметили что это красиво и эксплуатирует очень часто такой рисунок волны в своей живописи когда здесь вот этот гребень состоит из двух гребней вы видите когда у меня что-то недополучилось вот рисунок скажем по макушке я его несколько раз перестроил пока не дождался какого-то более-менее внятного результата здесь у нас темно так же как и здесь но пересечено вот этими остатками пену а сюда опять подошел свет вот чем хорош данном случае семинар во время урока трудно проговаривать каждый элемент и даже на видео если бы я все каждый элемент демонстрировал то у меня на видео задача и картину накалякать себе вот и вам показать а здесь я могу позволить себе потом это все стереть и не расстраиваться но проговорить зато все вот эти важные элементы видите пока не сдаётся вот это место пока оно не сдавалось появилось желание вот этого места тоже сваливаться вот так по такой же траектории как бы два участка настроились обратите внимание вот здесь началась теневая пена и здесь тоже тенистость пены а вот здесь по макушкам свет ударил и чистый белый тоже помним что пена белая не везде у нее тоже есть тенистые места еще вот здесь может это тенистое место быть то есть частично вот эти остатки пены в тени частично по макушечкам тоже по каким-то макушечкам тоже бьет свет вот этот тень вернее вот это отражение которое здесь живет оно внятно вертикально его перерубают горизонтали возвращающейся пены и это звучит плоскостью плоскостью вот этого мелководья правда вот вот этот и вот этот ритмы сделали ну понятно что темное отражение чернявость сделали эффект лужи лужи и здесь еще и еще вот эти набеги или отбеги пены вот частично может встретиться и вот такой ритм зигзагообразный стоит весь день провести просто с тренировками вот этих вот вещей чтобы раз и навсегда для себя их усвоить то есть не значит что не доделать картину или так и тренироваться делать ну просто не получилось сбрил опять если краска стала слишком вязкой подбросил влаги разбавителя и опять поболел но стоит их пощупать если какой-то участок уже сдался туда уже не возвращаемся если там уже внятно красивым то есть вот это вот гоняем гоняем пока оно не оставит что-то удобное говоримое удобное к восприятию что-то похоже на идею воды море здесь по вертикали здесь по вертикали по вертикали там где волна поднялась там по вертикали чтобы вот этому не было одиноко в этой стороне так поступают композиционно так поступают художники стоит подсунуть скажем тоже каменью гоняем уравновесить перемест есть композиция Есть композиция всего. Композиция белых пятен на холсте, темных пятен на холсте, зеленых пятен на холсте, голубых пятен. Если мы вычленяем конкретный цвет из картины, то они должны работать все на центр. Поэтому если у нас зеленый здесь, ну здесь он и так в центре, поэтому его необязательно тиражировать еще где-то. Но если у нас перевес темного, внятно темного в одной стороне, нужно довесить в другой. Ну и обработать этот камешечек, обработать вокруг пены. Очень много происходит на удачу. То есть ждешь удачи, тюкнул, тюкнул, пока не дождался, что оно прозвучит. Мазочек вы видите лодочный. Вот эту змейку прямо стоит посидеть и полчаса потренировать, пока не станет змейкой. Найти у художника какого-нибудь, на какой-нибудь картине или на фотке, вот эту змейку и попытаться ее поповторять. Чтобы все-таки ощупать и потом всегда ею пользоваться. Это может быть дорожка в поле по той же технологии уложен. Ну а в данном случае набегающая пена. Так, теперь этот паренечек здесь уже не нужен. И вот уберем. А вот угол справа, что есть у меня внизу? Да, мы так и оставляем? Можно и так оставить. Можно еще пару звуков вот такого характера еще подбросить. Просто вот остатки пеночки. Ну, все просто организовать пространство, чтобы не было пусты. И вот побоится. Плюс у пеночки вот эта же пена идет, идет, идет и вместе с поднятием волны поднимается наверх. Поэтому чуть-чуть вот такой рисуночек вот этой пены, которая начала туда подниматься, тоже можно показать. Причем здесь она чуть темнее, чем самолонна, а здесь она светлее, чем самолонна. Но не белая, а раз белый. То есть рядом белый, а она не белая, она в тень пошла. Плюс есть немножечко тенистость вот от самой пеночки. Вот она вот закруглилась. И вот там она белая, но в тени. И можно это в тени чуть-чуть вот такой кромочкой вдоль показать. Желательно идею морского пейзажа писать, ну, вообще морской пейзаж писать с одного раза. Не сушить ее вторым, третьим и прочими сеансами. Можно поступить еще так. Вот у нас есть густые места, может быть, как бы немножко грубоватые. Можно, когда она высохнет, скажем, через 2 недели или через месяц, взять шкурочку, наждачку. И чуть-чуть по вот этим вот пройтись, сбить колючесть. Фактура уляжется более благородно, более бархатно. И будет дополнительно красиво. Бывают еще в море чаечки. Иногда можно взять фотографию чаечки, которая где-то здесь, на переднем плане. Вот она, допустим. У нее чернявые крылышки. На концах. Но в основном все-таки Чаечки это Вот такие галочки. Не в шахматном порядке, Разбросанной по небу. Не в шахматном. Некоторыми созвездиями. Да? Созвездиями. Созвездиями. Вот. Значит, если хотите, можете на себя заводовать. И, в общем-то, нормальная укладка есть. Ну, не занялись вот этим местом. Ну, потому что увлеклись передником. Но основная ошибка. Я вот ее проговорил сейчас. И проговорю на камеру. Основная ошибка, что мы пытаемся работать Перпендикулярно к холсту. То есть, так вот, торчачим образом к холсту. Нет. Изначальное положение кисти Держим, как цветочек. Вот. Пальчиками. Вот эти пальцы Чувствуют, что происходит там. Не зажимаем, как топор. Что тоже мы только что видели. Немножко так. Топорно. Вот. Мягко, легко. И из этого положения пошли работать. Вообще, кисть у художников в основном... Только некоторые приобрели дурную привычку Вот так работать всегда. В основном те, которые работали акварелью. Но масляные живописцы в масле Как правило, у них кисть лежит на холсте. Лежачая кисть. И карандаш тоже. Лежит на плоскости. Все, что делается Делается практически лежачей кистью. Вот такой балованный. Вот такой. Ну, мало ли что там нужно. Только когда мы вырисовываем Мы берем тоненькую кисть Как шариковую ручку И работаем, вырисовывая Допустим, парусник. Нам нужен был парусник. И мы там вырисовывали Или ряд парусов Вместе с корабликом. Мы тогда берем кисть Уже как привыкли В детскую шариковую ручку И работаем с этими подробностями. Но поскольку мы же отказываемся Вырисовывать, да, для начала То очень хорошо бы, чтобы мы Привыкли работать Лежачей кистью. Все, что мы делаем Постарайтесь делать именно лежачей на холсте кисти. Во-первых, вы будете это делать Вальяжную. Что тоже само по себе очень важно. Вы помните, когда я набирал, да? Помните, я набирал. Но она у меня тоже лежала. Просто с другого боку. То есть я просто капнул Вот этой сляхоти Подбирал Кистью. Но это тоже было Лежачей кистью. Хотя по идее Ну что, это трудно, что ли? Вот так нормально. Нормально вот так. Ну так я Смотрите, как мобилен. А так и вылететь может Легко. Я не даю вылететь. Рычаг не дает. Рычаг руки не дает вылететь. Краски за пределами. Не даю. А так дает еще как. Не надо вот так. Поменьше вот так. Но иногда Когда вот уже прям Ракушатся алкала Ну позвольте себе Что-нибудь вот так закрасить. Но лучше не так. Лучше лежачей кистью. Даже траву. Траву. Лежачей. Хотя по идее. Да? Посмотрите, какая разница. Вот столбики. А вот Трава. Правда? Плашмя кистью. Иногда даже против шерсти работает. То есть против шерсти. Вот это вот. Посмотрите, во что превращается кисть. Но это хорошее. Это нормальное состояние кисти. Когда она слишком приглажена плечу Костина. Это ненормальное состояние. То есть кисть это инструменты. Поэтому вот эти вот все торчалки Очень нужны. И трава. И деревца. Все это очень удобно. Именно лежачей кистью. Именно с таким торчанием волосинок. После того, как вы ее помыли, Она снова опять собралась. Но это после того, как вы ее помыли. А сейчас она В состоянии возбуждения. А мозги как делать? Ну вот эти мозги. Это вот. Не эти. Какие-то такие вертикальные. Тоже так. Но не так. Но не так. А это кисть плоская или полукруглая? Такая немножко. Это полукруглая. Полукруглая. Но она прекрасно делает и то, что делает плоская. Кстати, вот если я так провел, посмотрите, какой след гигантский. Ненужный след. И совсем другое дело, когда я делаю вот такую влаточку. Я как бы могу вылететь даже. А здесь мне нужно нарочито чиркнуть. И вообще, смотрите, они дружат с холстом. Дружат, когда работаем вот так. А так мы немножко отстранены. Что касается мастихина. Когда речь идет о мастихиновой вкладке. Тоже очень часто сталкиваемся с проблемами. То вот здесь возьму. Ну так как-то по-женски. Как будто, ой, что это у меня в руках? Иногда как-то вот так. Женские ручки, они разные. У мужчин более одинаковые руки. А у женщин такие, вот, тоненькие. Там еле-еле это вообще держится. Но, тем не менее, никаких странных. Иногда даже пытаются как-то вот так работать. И шариковую ручку держат как-то странно. И о стихи нам пытаются. Так, смотришь, ну, ой, ловишь их. Геологика, да? Да. Еще вот так вот любят делать. Вот так. Тоже, посмотрите, как рука заштырена. Она буквально скована, закована. Вот. Тоже как цветочек. Пальцы, кончики пальцев. Осязают, что происходит на конце. И, естественно, из этого положения можно вытворять все, что угодно. То есть, обязательно эти вещи. Для себя. Я сам в свое время подглядел. Ну, когда я еще был в состоянии учебы, смотрю один из моих, так сказать, коллег по парке. Смотрю, как держат кисточку. Прикольно. Наблюдал, наблюдал за ним. Думаю, ах ты. А я тоже, как вообще нормальные люди привык вот такое что-то вытворять. Понаблюдал я за ним минут 20. Что у себя потом чувствую класс, легкость, вальяжность. То есть, то, что как раз прилично живописи. Что это не каторжный труд. Это удовольствие, в котором балуемся. Играем. Играем в живопись. Ну, и вообще, конечно, живопись — это играем. Это игра в любовь. И любовь сама по себе. То есть, я в Москве на семинаре, поскольку в основном женская аудитория, говорю, ну, что-то проговаривал по поводу любви. И говорю, ну, когда есть живопись. Ладно, о том, что для многих это субнимация, уход от трудности, удовольствие писать, да. Всегда под рукой. Я говорю, вот если мужчина не всегда под рукой, да, живопись всегда под рукой. Вот, поэтому, говорю, живопись можно и без мужчины. И залу очень понравился, что можно. Можно и без мужчин. Чего же так от них зависит. А, пусть так невезно, еще белые облачка. Покажите, вот как на таком небе белые облачка выписать. Кисточкой или... Конечно, живопись — это независимость колоссальная любого человека, и мужчины, и женщины. Потому что она настолько удовлетворяет, сам факт творчества настолько удовлетворяет. Это одно из проявлений Бога в нас. То есть одно из проявлений в нас — это словесность, способность к любви и способность к творчеству. Вот это, если кто не знает, то с Богом нас вот этот образ и подобие — это вот в этих пунктах. Поэтому творчество настолько нас само по себе удовлетворяет, что часто уже и большинчей не дает. Поэтому часто художники забираются в эти башни кислоновой костей и сидят там, общаются. То есть можно вот так общаться с облаками. То есть выявили какие-то края, вдавили, то есть края стали, вернее, это самое, пятно стало частью среды. Придавливаем, как маслом на хлебах. И вот появляются какие-то. Часто облака этажиками идут, особенно на дальнем плане. Под теневой переднего облака уже виднеются облака второго плана. За ними облака третьего плана. Передние чуть более выражены, чуть более светлые. Задние спокойнее. И вот эта вот ступенчатость, крупное облако здесь, теневая под ним, да, теневая прям под ним. Более мелкая полосочка облаков второго плана. Еще более мелкая вдалеке. И вот эта вот полосатость ухода на уменьшение, крупное, мельче, 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 дает дополнительные километры пространства, когда речь идет о небе. Да, если у нас чистое небо, то вдоль линии горизонта оно более светло. И обычно, вот мы, допустим, набрали период сюда. Ну, сначала мы выштриховали. Ну, скажем, мы не пользовались на стихе, а просто выштриховали небо. Потом подбросили берилу под линию горизонта. И начинаем расштриховывать эти берильцы. Видите, колоннами вверх поднимаюсь, все меньше нажимаю наверху, распределяю. Штрих обладает таким распределительным свойством. Штрих — это их благородие. Освоить штрих — очень важно. А, еще один важный момент я вам сейчас расскажу. Очень важный. Когда речь идет о закатах, всякого рода закатах, восходах, то у нас схема следующая. Допустим, мы набрали голубое небо. Чуть-чуть вымерили под линию горизонта. Допустим, у нас вот здесь Солнце. Солнце вообще-то белое. За ним Желтоватое сияние, Розоватое И голубоватое. Когда вы откроете Айбадовского, это очень внятно подано. Но начинаем мы набирать с розоватого. То есть, сначала, гадите, голубой набрали, потом взяли, разбил розовинки, метнули розовиночку. Причем, везде метнули. И здесь, там, где у нас желтинка и белинка, тоже метнули розовый. Причем, вот это вот отношение к свету, оно одинаково уместно и во всех местах, где яркий солнечный свет. И на теле, и еще где-то. То есть, вот это прямо надо запомнить. Но особенно, конечно, в морском пейзаже, это вот настолько выражено, что... Раз где-то закат отличается от чего? Ну, наверное, закат краснее, румяннее. Вот. Потом у нас, после розового, желтого, желтоватость. Причем, не значит, что мы должны взять чистый желтый. Мы вместе с розовым берем. То есть, слегка оранжеватый. И чуть светлее. Уже розовый мы попытались положить чуть светлее. Чем небо. Чем синькое небо. Ну, я сейчас грубенько, тем более, что каша. Слишком большая каша краски. Вот. Но вот схема такая. И, наконец, еще светлее, еще желтее в районе самого солнца. И само солнце. Оно бывает с желтотой, а бывает вообще откровенно белое. Главное, чтобы желтый не стал зеленым. Чтобы он смешивался с голубым, одновременно с розовым. для того, чтобы не не позеленить. То есть, розовый не дает ему позеленить. Но, когда мы набираем небо, вот это закатное, мы сначала набираем голубой везде, а потом разбеливаем вдоль линии горизонта, а потом в этот разбил начинаем вгонять розовинку, желтинку и откровенность. и откровенно белый в районе солнца. Но именно вот по такой схеме никак иначе. Нельзя набрать желтоту, потом розовизну, а потом голубизну. Будет настолько невкусное письмо. А так мы создали среду обитания этому свету. Голубую. Потом вводим розовинку, желтинку, причем между собой они должны там дружить, вот так перемешиваться. И, наконец, уже само солнышко. Обычно еще солнышко освещает какие-то облачочки. Ну, я уже так нахальным, мастихином. Можно, конечно, и кистью деликатно. Какие-то облачочки взлетают над солнышем. Ну, или сият, такие загадные. Ну, схема такая, что голубой, потом розовый, желтоватый, переходящий в розовый, и желтоватый, переходящий в белый. Вот этот штрих, кстати, нужно тоже освоить. Для морских пейзажей очень важно. Что такое морской пейзаж на закате? Это вот эта растяжка в небе. Вот эта растяжка, о которой мы сейчас проговорили. Может быть, там полтора облачка таких вытянутых или вот таких. И практически то же самое симметрично в море. Обычно тихое море на закате, тихое море на восходе, тихое море и какая-нибудь дорожка. Дорожки и вообще все светлые партии любят густую краску. и дорожки любят. Правда? Не пытайтесь дорожку сделать не густой краской. Обязательно густой. Ну, какой-то зигзаг, 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 зигзаг. И какой разбил должен быть краски? До смогу. По очувствованию. Ну, посредине. Ну, тоже с желтиночкой, где-то с розовиночкой. Здесь тоже беловатость в центре этого меча. потом желтоватость и даже розоватость. То есть там тоже идет вот это распределение. Самый активный свет в центре этой дорожки и дальше желтоватость, розоватость. Ну, не в голубоватость, потому что голубой партия у нас все дома. Если какие-то еще вопросики есть, я могу прокомментировать что-нибудь. В общем-то, вроде как вы же наградили. А пока руки грядны, по молодости для вас вектора убери. Ну, ее вообще немножко надо потрогать, я потом дотрогаю. Пусть будет как назидание. А будьте так любезны, покажите еще как андрик рисуется на водичке. Вот, например, здесь на горе. Ну, парусничек я уже нарисовал. Я тоже парусники уже нарисовал. Одно движение и второе движение. Или может и в середину на любой поставить это ну да, просто парусник может быть на переднем плане и тогда его надо вырисовывать. Тогда мы берем картинку, подбираем так, чтобы освещение было подходящее к нашей картине у этого парусника и сидим по сухому, лучше по сухому. Сидим и вырисуем. По сырому кинули просто пятно, чтобы оно обозначить себе. Вот здесь у нас парусник. А потом это пятно начинаем разрабатывать. Но это с картинки, обязательно с картинки. По памяти можно только вдалеке. Черк, черк. поначалу лучше на холстах учиться рисовать или до бата вполне подойдет? Вот, очень хороший вопрос. Сразу берем все самое лучшее, вот как будто это я делаю, а не ты. Берешь все самое лучшее, все самое вкусненькое и тогда у тебя сразу результат. Это по принципу научитесь нырять, нальем воду в бассейн. В любом случае по этому принципу не работаю. Спасибо. Нырять и плыть. Мы же все знаем, что это самый лучший способ. Только здесь никакой опасности для жизни нет, да? Логично. Только для нашей самости. Опасность тоже для нашей самости. Как это у меня не получается? Ну, да. А ты делай так, чтобы получалось. На самом деле делай так, чтобы получалось. Вот скажем, возьмем даже пианино. Я просто по себе знаю. Берем пианино, простое человеческое пианино. Некоторые умеют сложные вещи играть, выучиваются, сложнейшие вещи. И конечно, думаю, что ух ты, такая виртуозная. Но когда я подхожу к пианино, у меня такой есть прикольчик. Я женский голосочек, мужской, я начинаю между ними вести как бы диалог. Это мое личное развлечение. Формирует какая-то мелодия, потому что я натыкиваю вот эту простую мелодию. Но иногда вот эта простая мелодия может звучать гораздо интереснее. Вы сами знаете, что у нас есть мелодия на раз-два-три. Есть одно выражение и все гениальное просто. Да. А есть очень сложные вещи. Но не трогайте вы сложные вещи. Зачем они вам? Игорь, вы телевизор. Простите, если вы закончите. Покажите еще как камешины на перебет в них пишутся. Как он? Нет, маленькие. А, что касается камушек. Дай, дай, дай. У камушков всегда одна и та же проблема. Все новички, когда рисуют камушки, рисуют какашечки. О чем они отличаются? Да. Казалось бы, а чем они отличаются? Ведь если лежит какашечка, иногда нужно не заметить, думать, что это камень и наступить в них, потому что она почти не отличается от камня. Если смотреть на нее, если не рассматривать, но когда ты посмотрел, нет, это какашечка. Вот. Так же и камни. Камни рисуют. Вот вам образ для восприятия того, какие у вас должны быть камни. Это спинки бегемотиков из воды. Тогда они приятны на вид. Ну, да. Ассоциации не приятны возникают. То есть над водой, некое над водой. А часто рисуем так, как будто бы оно лежит на плоскости. Не торчит из воды, а лежит на плоскости некий комочек, который чаще всего похож, поскольку берем коричневый. И еще, что касается коричневого, не песок, знаете, сейчас берут коричневый. Увидели, что там коричневый вид. Взяли откровенный коричневый и положили этот песок. Где-то разберите его, где-то пусть подмешается к голубому, где-то пусть добавьте туда немножко розового, чтобы это был не тупенький коричневый, горячий коричневый, чтобы это была какая-то холодноватая смесь, в которой есть коричневый и розовый или еще похвойнивый. Вот, есть камни, конечно, острые на переднем плане. Ну, допустим, тихая вода, тихая вода, да, закат или утречка и торчат из воды камушки. Не рисуйте какашечки. Если у вас есть ассоциация с ваш камень похож на какашечки, вспомните, как выглядят торчащие из воды биемотики. Нежненькие такие, спиночки, ну, или еще что-нибудь торчащее из воды спиночками. Спиночка. Ну, здесь крокодильчик, наверное. Но, но никак не какашечка. То есть, у всех новичков какашечки. Прямо для себя определите. Вот это не то. Вот это. То есть, смотрите, как другие художники подходят камням, потому что иногда действительно торчит из воды что-то несуразное. Художники, как правило, немножко облагозвучивают то, что торчит из воды. Черепашка выглядит. Черепашка. Вот. Ну, камни, допустим, на переднем выпланируют. Могли бы быть натоптаны вот по какому-нибудь тоже какой-нибудь траектории. Или вот здесь тоже зигзаги камни. В них, где-то там между ними еще вода может струиться. По ним может струиться вода, которая стукнула. Ну, это все надо... покажите на морском пейзаже, если вы хотите приступить к морскому пейзажу. Это не значит, что вы взяли первую попавшуюся картинку и давай рисовать морской пейзаж. Чтобы подойти к морскому пейзажу, может быть и к другим пейзажам, близко к тому, но особенно к морскому. Соберите материал. Соберите материал у других художников, возьмите в интернете, нащипайте, нащипайте, как другие художники решают в море. как выглядит море на фотографии. Насобирайте, насобирайте. Не две, три, не двадцать, тридцать, а двести, триста. Картиночка у вас должно быть перед глазами, чтобы вы, если надо, там взяли чуть-чуть, там взяли чуть-чуть. Вот художник Шемякин, который уехал в Штаты и там процветает, он даже собирает, ну, в самом случае, лет пять назад я смотрел передачу, он собирает материал для художников, то есть, как бы, хочет выпустить в виде труда собранный материал. То есть, допустим, художник решил написать балерину. Ну, не береться же в зал с балеринами, отвлекать их от танцев, делать наброски, ну, как по той схеме, по которой это делалось в прежние века. Нет, Шемякин рос фото, материала с балеринами. Человек посмотрел вот, освещенность красиво. Хорошо бы вам, когда вы приступите к морскому пейзажу или любому другому, любой другой задаче, делать аналогии. то есть, вы взяли кого-то из опытных художников, взяли его картину, нашли похожий мотив на фотографии, тоже может быть с собственного производства фото. Нашли, ага, смотрим сюда, пишем вот это. То есть, аналогии для вас уместны. А вот так просто взять картинку и сейчас я напишу в море неуместно. кроме самых элементарных вещей, которые мы вначале обсудили, когда полосочка неба, полосочка моря, песочек. Игорь, а покажите камышки, как писать на этом полосочке внизу, пожалуйста. Ты понимаешь, камушки без контекста будут выглядеть какашечками тоже. Просто даже в моих руках они все равно будут выглядеть вот эти. Контекст нужен. Вот здесь контекст есть. Но засорять угол здесь камнями ну просто ни к чему. Да нет, только хорошая картинка. Не, не потому что хорошая. Просто здесь этот наоборот не нужен. он мог бы быть, но он здесь не нужен. Здесь вот этого достаточно и это звучит. И я, чтобы не сбивать с толку опять же, вот эти вот камни, вот эти вот камни, которые поддерживают передний план, чаще всего нужны, когда закат, когда пусто на картине. Когда кроме этой растяжки, растяжки здесь солнышко и порог, облаков, больше ничего на картине нет. Как бы пусто. Тогда появляются камни. Там контекст. Это очень важно тоже, конечно, не перебарщивать в одном случае. Хочу потренироваться камни, поэтому сырье их везде. Не, не надо. То есть тренируемся с камнями только в конкретных случаях, где это уместно. И тоже ищем аналогии, насколько это уместно для моей, для моего сюжета. Значит, вы поняли, что когда вы приступаете к морскому пейзажу, у вас должно быть 200-300, а лучше 2000-3000. Картиночек на эту тему. То есть с какого-то момента, когда вы вообще взялись поучиться рисовать, вы в интернете уже сидите ни в контактах, ни в одноклассниках. А если сидите в контакте, только для того, чтобы все красивые картинки нащипать, нащипать, нащипать. А вообще просто шаритесь по сайтам фотографов, по галереям виртуальным и собираете все интересное, как пчелки. Собираете, собираете. И по мере того, как вы будете собирать, у вас кругозор, конечно, колоссально расширится. Ну и, конечно, у вас появится материал для работы. Без материала для работы работать очень тяжело. Опять же, вот почему я говорю, что на моих мастер-классах у нас задача научиться писать картину. Ведь есть определенная технология, проблемы творчества есть. И чтобы написать картину, нужно пройти несколько раз этот путь, чтобы понять, на каком этапе у меня возникают, могут возникнуть проблемы и какого рода возникнут. поэтому вот наличие материала, вот у меня наличие материала гигантское. Вот все, кто у меня ходит 20-30 и больше раз, у них материалы тоже почти сопоставимы со мной. Они настолько хищно сидят в интернете, собирают этот материал, что иногда смотришь, думаешь, ну, какие картинки нашла. Ну, неудобно же так вот сказать. У меня же коробочка есть, если же брусь сюда. Не, у меня же кроме коробочки есть, они же флешку принесут и дразнят меня, что вот они такое нашли, сякое нашли. Ну, из того, что мы с ними любим писать, допустим, я смотрю и завидую тоже. Думаю, вот какие у них есть. Ну, кто-то вот удачно нашел какой-нибудь сайт, нащипало тысячу интересных вещей, а я на этот сайт не нашел. Вот так вот сразу же. А зачем вам тратить время? Уже есть сайт, уже есть это... Ну, неудобно. Это его, это его творческое, нажитое. Так а кто направил? Вы же направились, когда вы заделись. Нет, иногда я прошу, но не всегда это удобно. Почему? И что информативно? Они боятся, что с их картинок будут писать другие, и что их коллекция уже не будет такая эксклюзивная. Ну, в таком случае, посылатую пишут. Кто боится? Нет, в любом случае, мы же даже все будет корректно. Малый, если бы не успела картину закончить за один раз, когда стоит остановиться? И как потом продолжать? Конечно, в нашем случае лучше всего научиться писать картину за один раз. Мы, как правило, вторым сеансом сушим картину. Мы не умеем работать вторым сеансом. И не скоро научимся. Это я вам со середисностью говорю, что второй сеанс для нас появится не скоро. Поэтому, на второй сеанс надо оставлять только выписку деталей. Вот то, что, ну, невозможно сейчас написать. Ну, скажем, кораблик хочу нарисовать или чайчик прорисовать. По сырому они у меня будут слишком кривые и непонятные. Ну, высохло, я деликатно вписал чайчик, кораблик. А все остальное должно быть готово. Ну, в худшем случае не готово. Мы потом пошкурили еще. Помните, прошел месяц, мы пошкурили и может быть несколько мазочков. То есть, не наполовину переписали картину, а несколько мазочков. То есть, у нас лимит максимум одна десятая. Если мы вышли, мы нарушили честное слово свое. То есть, переписывать картину, это убить ее. То есть, вы должны в первом сеансе вложиться настолько, с таким размахом, чтобы осталось только дотрогать. Будет видно, да, вот эти продолжения? Сухость это очень будет видно. Причем, она в одном месте начнешь сушить, она полезет во все, потому что уже и другое место потребовало из-за этого поддержки. И оно начнет цепляться одно за другое. А если все-таки надо что-то подправить, а как будто высохнуть? Только вырисовать. Высохнуть. А, если надо насть маслом? Если она настолько не получилось, что ее надо наполовину переписать, вообще перепишите ее полностью. Вообще другую на этом месте картину напишите. даже с учетом того, что там фактура. Взяли нож, пошкребли всю фактуру. Вот так прямо лезли ножом, соскребли, чтобы там духа этой фактуры не остались. Взяли другой сюжет и на этом месте просто ну скажем, тоже морской, но другой. И все эти, которые там чуть-чуть поостаются, они просто будут как бы мерцать, такую подкладку давать фактуры. Но броситесь уже на другую. Или тот же сюжет, только игнорируя полностью, перекрасим, полностью все тоже сделаем. То есть либо как с самого начала. вот как с самого начала. Ну если немножко, вот например подправить скалу. Ну не досмотрел, там что-то с освещением было. Я же говорю одну десятую. Ну как схватывает одну десятую картину. с той краской, когда она сцепилась. Прекрасно схватывает. Хотя вот это, что промазывает там вся. Ну знаешь, ну какую-нибудь. Ну ну да можно и крупную. Ну а литература пишет, там надо промазать маслом или там чесноком каким-то. может быть? Нет, чесноком это отжухло. Да, вот это тоже. Ну я скажу тот вампир. Да, это вампир тоже. отборнирует. А хорошо, если вы не не, но чесноком действительно вот место пожухло. И действительно с ним оно проблемное стало. Чесноком протирают для того, чтобы устранить эту жухлость. это от послойного письма. После первого сеанса пожухлости быть не может. А вот когда мы второй раз пописали, полкартины переписали, потом третий раз у нас появились мерзкие пожухлые места, вот, и мы не знаем, что с ними делать. Берем чеснок, воняем семьи, людям, всем воняем, но мы зато знаем, что чесноком можно. Я, честно говоря, не встречал ни одного художника, вот из своих друзей, которые бы стояли бы с чесноком в руке. Игорь, ну а масло? Вот некоторые художники такие смазывались. Ну вот разве что скрывались? Это зачем? А, маслом? Да, вот маслом смазывает, бросовший слой смазывает маслом и по нему пишет, потом дописывает, например, через неделю, через неделю. То есть это вот даже вот, если бы я продолжил, эту работу, то я, допустим, пошкурил, когда она высохла, потом смазал бы маслом. Это я и спрашиваю. Да, некоторые вещи. Ну просто рано, рано заниматься вторым сеансом. Второй сеанс это уже вырисовывание. Нет у вас вырисовывания. Оно, его у вас еще нет. Оно, дай бог, чтобы оно начало появляться на первом сеансе. способность к вырисовыванию. Но зато в первом сеансе оно все одно в другом. Оно, естественно, все схвачено. А как только вы пошли вырисовывать на второй сеанс, вот этой схватки целостности уже и будет. Вы будете мерзкие, скучные, противные, червяки давать вместо вот этого, так они будут хотя бы вписались, хотя бы вписались. А так оно будет как налепленное и причем неестественное. Вот эти все вещи станут неестественными, потому что вы будете их делать по-сухому. Не будет вот этого влажного контекста, который вы тут же поправили, если что. Помните? Через что я уже изменил сюжет. а вы уже не сможете. Вы должны по-сухому положить некрасиво, а уже не снимешь. То есть стереть можно тряпкой, она немножко разотрется, это пятно, еще затер. Не сможете. Вот нет у вас еще вырисовывания. Вас его нет. Поэтому пусть это вырисовывание чуть-чуть формируется в первом этапе. Оно тоже будет формироваться. Вы тоже все эти вещи будете накладывать. Единственное, что по-сухому. Ну вот чуть-чуть можно вот здесь потоптаться по-сухому. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. А тут десятки. Ну может быть где-нибудь чуть-чуть. Вот чувствуете. Или начни картинку, а там в таком месте какой-то вкусненький уделок, а у вас в принципе похоже, и будет тюк, и у вас тоже вкусненько есть. Понятно. Это старые мастера наверное сиропами большинство писали? Накладывали раз они писали по два по три Лесировки вообще не для вас. Просто не для вас. Не потому, что не может человек взрослый вдруг уйти в живопись настолько, чтобы дойти до лессировки. Во-первых, они толком никому не нужны. По большому счету. Сейчас волнение вызывает не лессировка, а густая краска. Если хотим безвестности уличных продаж или еще что-нибудь займитесь лессировкой. Понятно, что если достигнуть совершенства в лессировках, то конечно это будет иметь голосальный спрос и прочее. Но это очень рискованный будет. Просто лессировка в том смысле, что тонкий слой краски, да, но лессировочное послойное письмо не для вас. Ну это по принципу как там с парашютом прыгнуть. Если первый раз не удалось, парашютный спорт не для вас. Не экспериментируйте с парашютным спортом. Игорь, и последний вопрос. И больше не надо передать. Готовая работа написана нормально все, но она немножко не дотягивает свете. Но бледноватая. Вот хочется добавить или цвета, или живости. Все правильно. Но она бледноватая. Но не хватает. Что с ней сделать? Добавить или отложить. Через месяц все будет хвататься. Если человек видит в мясно, где ему не хватает света. То что что нибудь сейчас день начал видеть. А где картина? Да мы не сунг. Нет, не сунг. Фотография. На, на, на. Сейчас может что-нибудь дышать. Ну вот смотрите вот например представим себе что когда он только набирал эту картину тоже была вот такая история голубые белости зеленоватости какие-то на мягком зеленоватости ему допустим не хватало цвета а здесь какая-то мгла синевато коричневатая чуть-чуть зеленовато и он думает не хватает взял и набомбил цвета да то есть мы в принципе в картину можем набомбить цвета усилить оранжевый разбил там где освещено солнцем усилить синий там где тень просто взять и усилить уедовидить цвет нормальное явление немножко прозрачной красочкой чуть-чуть в определенных местах но это уже лессировки а мы тут мы тут уйдем можно лессировками взбодрить можно вообще допустим ну может не морской пейзаж скажем цветочный у нас натюрморт и вот как ты говоришь нам не хватает цвета взяли намылили грубо говоря намылили маслом ну тройником допустим масло лак и разбавитель намылили всю работу ну кистью где-то набрали рукой подрастерли тряпкой допустим немножко лишнее потом взяли любой цвет допустим желтый и все или охру все в это вот мыло масло с лаком да вогнали немножко вот охру и она вся стала чуть-чуть тепленькая чуть-чуть охристоя что-то обобщилась полутона сгладились потому что всюду легла неким слоем охрочка причем она легла в фактурке там где-то позатекала вся работа стала тепленькая можно ну в данном случае ты сразу делаешь крем в какой-то цвет можно в другом месте подложить там допустим ультрамаринчик коричневилку подложить тоже прям пальцем где-то взял немножко посмотрел ама вот ну это лисировки да лисировки штука хорошая но чтобы к ним подобраться нужно немножко созреть потому что вот так вот с бухты барахты красиво ты лисировку не положишь поэтому надо никаких лисировок густая краска первые сеансы и минимум точного рисунка и тогда это будет полет а так это будет на пути а вот мы закончили картину месяц прошел все подсохло перед тем как поместить в раму что еще нужно сделать в раму можно сразу поместить она у тебя прекрасно досохнет и в раме не надо покрывать нечем покрывать ну до того как ты в раму в раму высохла а потом лаком протерла и все просто протереть как штрихователь можно один к одному с разбавителем и штрихователем просто протереть либо там эти шиколки которые подаются по поводу фольги вот знаете такая фольга там середристая золотистая вот ее можно ну не здесь внутри когда нужно ее клеить она же клеить фольгу мне нравится некоторые эффекты если декоративно подходить к картине конечно там кроме фольги столько всяких примочек есть я честно говоря фольгой не пользуюсь поэтому это скорее вот тем кто где он действует декорщиком ну есть еще эти акриловое золото акриловое серебро тоже ну просто я этим не пользуюсь не могу а там конечно всяких прибамбасов прошлый день а стоит ли вообще лаком покрывать картину все или вы или выдачи не станет хуже никогда не станет если мы прокрем лаком просто если мы поторопимся прокрыть лаком скажем через неделю вот она едва просохла мы ее покрыли лаком то лак нахально не сохнет и собирает на себя всякую пыль и это будет уже не очень а он он так и не будет сохнуть он не хочет сохнуть то есть он высох но липким остался а если мы через несколько месяцев ну через месяц тогда моментально высохи какой на сегодняшний день лучший покрыл лак не знаю лак в числе покрыл нет покрылых лаков редко доходит скажите а можно допустим вместо лака покрывать вот вместо лака именно законченное масло оно же тоже сохнет масло нет ну это как бы технологические вещи честно говоря это не ко мне я не въедливый такой вот это можно смешивать это нельзя вот кстати да там некоторые высокоумные учителя знают что нельзя с чем смешивать там какие-то краски с чем-то нельзя смешивать и вот у нас как раз пример импрессионистов в частности Ван Гога что что-то он там смешивал чего нельзя смешивать и теперь краска отлипает от холста и там где-то потеряла цвет а тем не менее весь мир носится с Ван Гогом стеклом придавливают краску чтобы она не отваливалась и ничего пускай носится в конце концов то есть можно по-моему сильно въедливо не париться вот я знаю по иконописи когда человек приступает к иконописи делает акцент не на лиге и его духовном проявлении да как оно будет какой будет лиг лиг будет Христа или антихриста по духу по духу а он делает акцент на доске варит там в ведра стоит стоят варит варит этот грунт хотя для грунта достаточно любой меловой этот состав который продается в качестве который просто утопит допустим ткань которую ну вот это левка в общем акцент делает на доску делает чтобы доска была там из какого-то специального дерева со всеми причудами и вообще не может написать лиг а потом пишет из тукана вместо того чтобы это был образ но зато он всем показывает какая у него доска поэтому в живописи можно легкомысленно относиться к качеству изделия не в качестве на чем леной холст или не леной какая разница нет разницы и тот и другой если хороший грунт будут как родные ну я не знаю 300 лет не прошло как хбшная ткань сохранится она или нет а леные холсты сохранились ну я не думаю что лена что хбшная ткань не проживет хотя бы 200 лет проживет как родная а там уже и конец лета спасибо 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 большое.